привет мир интересуетесь программированием тогда вам сюда топ 5 игр по программированию на 2022 год с вами товарищ атомный пару слов обо мне и поехали к нашему топу мой канал один из первых в мире посвященный тематике образовательных игр и в том числе большой категории игр именно по программированию если говорим в целом об образовательных играх то сейчас выбор стал намного шире и есть такие уникальные вещи как игры по фотошопу показанию первой медицинской помощи по взаимоотношениям а также по зоологии биологии ботаники сборки разборки вооружения тактики ведения боя вот спецназа да это реально документальная игрушка есть игры по тренажеры клавиатуры кстати которые очень полезны для программистов и вы можете перейти на мой канал и посмотреть на топ 10 игр печатников обучающих скоростном методу печати и тренирующих эти навыки ну а мы переходим к тематике нашего видео и поехали на пятом месте достаточно старенькая но очень интересная и полезная игрушка колобот где мы выступаем в роли космонавта осваивающего другие планеты и нам в этом помогают роботы разумеется которых необходимо запрограммировать в игре встроены в том числе и уроки но к сожалению они не пи не последовательны и перепутаны потому придется разбираться самим какой последовательности их проходить но тем не менее встроенная в игру энциклопедия пояснение уровням и также обучающий уровне позволяют освоиться с базовыми командами передвижение поворота в стороны подборки ресурсов и атаки и переходу к более сложным задачам когда уже нужно работать ботами совокупности строить собственную базу искать ресурсы и воевать большим количеством врагов игрушка обязательно к ознакомлению с всеми кто уже владеет основами программирования пробовал создать свой собственный сайт какие-то простенькие игрушки будет крайне интересно полезно и захватывающе ну а если вам сложно именно запустить игру можете посмотреть прохождение на канале продолжает нас список крайне интересная и увлекательная игра которую можно проходить в онлайне называющиеся code combat начинаем мы здесь с одного персонажа и подобно ролевой игре где мы одеваем персонажа каждая вещь дает новые способности новые возможности писать код и проходим вот таким образом различные лабиринты далее игрушка раскрывается больше чем просто ролевая игра где мы выдаем простые команды вроде движения вперед направо налево а в наше подчинение приходят многие персонажи которыми мы будем управлять и командовать выставлять куда двигаться и реагировать на различные угрозы изначально вам потребуются базовые навыки программирования давать команды просто двинутся вправо двинутся влево но в дальнейшем уже потребуются и знания математики тригонометрии даже в последних уровнях ну а также логика как работать большими группами людей выдавать их какие-то команды если у вас есть знания командовыми да это тоже будет в плюс то что программирование фактически это командование весьма группами подчиненными единственное что к сожалению вы не успеете так быстро подрастить уровнем поэтому я рекомендую вам начинать эту игру с уровня аматора ну уже более высокого поскольку если вы начнете с самого новичка вы пройдете буквально первую главу а далее станет очень сложно тройку лидеров открывает игрушка по программированию где мы выступаем в роли хакера эллс хардбрейк несмотря на свою достаточно кислотную и странную внешность игрушка одна из лучших тем что здесь позволяется в начале мы начинаем взламывать простые компьютеры и телефоны и телевизоры радио продолжая дверь мишка фами какими-нибудь напитками вишенка на тортик и уже напоследок можно будет даже в какой-то мере взламывать управлять людьми но это еще маленькая часть этой игры на самом деле здесь внутри игры можно создавать свои собственные игры открывая их на различных компьютерах внутри игры а также свои операционные системы язык необычайно гибок и классен поэтому несмотря на то что игрушка мало популярна и на нее стоит обратить внимание потому что здесь можно отточить почти любые навыки программирования наверное за исключением только работы с выделением памяти и объектами все остальное в этой игре есть и гибкость чрезвычайно большая поэтому всем у кого уже уровень программирования выше аматора вы создавали собственные простенькие сайты работали с с и джаваскриптом обязательно попробуйте эту вам должно понравиться из недостатков стоит сказать какой-то невнятный сюжет и не сразу выдается хак-устройство если вы впервые в игре лучше посмотрите руководством я написал на стиме это руководство как найти как можно быстрее буквально за пару минут это хак-устройство потому что если вы не знаете где оно расположено то вы побродите где-то 4-6 часов без устройства но это скучновато а вот как устройством игра преображается и становится как раз тем что надо второе место занимает онлайн ресурсы code.org hour of school это интересный портал с множеством игр посвященных теме программирования и использующих визуальную среду программирования основанную на легендарном scratch польза от этого в том что здесь очень легко программировать с помощью вот визуальных блоков и перетаскивание с места на место все очень привет и дружелюбно и есть специальная кнопочка которая может показать как этот ход выглядит на обычном печатном программировании они вот таком вот визуально кроме того многим будет интересно начать именно с этого эти игры прохождения почему потому что здесь собраны игры разные тематики вот есть например популярный майнкрафт точно также есть игры с популярными персонажами из бутиков американских это персонажи из ледникового периода вот эта белочка которая постоянно ищет орешки это девушка с длинными волосами а потом будут персонажи и звездных воинов вот эти дроиды все здесь можно увидеть и попрограммировать кроме и кроме того интересная особенность этого сайта code.org и hour of code в том что они стараются сотрудничать с разработчиками различных о порталов и игр по программированию и организует таким образом как бы пересечение различных игр по программированию и разработчиков поэтому вы можете у них увидеть в том числе проекты осуorden их известных разработчиков игр по программированию. Обратите на это внимание, одна из лучших и одна из простейших игр, с которой хорошо начинать по программированию. Первое место занимает обучающий портал CodeMonkey, то есть кода обезьянка, который позволяет пройти от самых азов программирования, когда мы не знаем никаких команд и вот таким вот образом выдаем стрелочками с изображением команд, куда нам двигаться, что делать. Постепенно мы изучаем более сложные темы в программировании. Далее простые визуальные блоки сменяются блоками с подписью в стилистике скретча, где мы в игровой форме проходим вот за некоторого бобра уровня, выполняя различные задания. Все это переводится в программирование простеньких игр с визуальными блоками, а потом в текстовое программирование. И вот переход к текстовому программированию это фактически переход к обычному классическому программированию. Кроме того, можно программировать, вот видите, если внизу кнопочки с помощью простых нажатия кнопочки, мы пишем тот код, который будет использоваться в программе. Перейдя к текстовому программированию, мы также можем перейти в раздел создания собственных игр, чат-ботик написать. И таким образом мы проходим курс от базовых навыков, когда мы не знаем никаких команд, мы не знаем никаких слов, просто визуальными стрелочками наглядно выполняем задачи. Далее проходим через этап программирования визуальными блоками, где собираемся как конструктор различные команды. И переходим на уровень классического программирования, тот который используется в профессиональной среде в создании любых приложений с помощью текста и текстовых команд. И мало того, что мы вначале поиграли в это все, но и для каждого уровня есть возможность создать свои собственные игры. То есть мы можем вначале попробовать создать игры с помощью визуальных блоков, а потом уже с помощью текстового программирования. Все это позволяется на вот этом портале, обучающим Code Monkey. И все это в игровой форме. И конечно, с точки зрения образовательности и пользы, именно Code Monkey занимает первое место. Хотя, разумеется, для профессионального уровня программистов, для программистов уже хотя бы уровня студента и чуть выше аматоров, на первое место выступят такие игры, как Els Heartbreak, Colobot или Shenzhen I.O. Если я не упомянул какие-то игры, обязательно напишите в комментариях, расскажите, почему вы считаете ту или иду стоящей, чем она хороша. Ну и вы можете предложить свой собственный топ. А на этом все. Только киберреволюция, только победа. И помните, что на моем канале вы можете найти, кроме образовательных игр по программированию, и другие игры обучающего типа, с самой разной направленности, а также другие топы в разных сферах. И наиболее интересный для программистов будет этот топ игр по тренажерам клавиатуры, где мы учимся быстро печатать и потом практикуем эту сферу. На этом все. Смотрите здесь дополнительные видео в подсказках, что вам может понравиться. Пишите комментарии и оставляйте обратный отзыв. Очень интересно узнать, нравится ли вам данная рубрика, что бы хотелось бы, что бы лучше получилось. И голосуйте во вкладке сообщества на канале за те игры, которые будут отмечать. Но на этом все. Киберреволюция, только киберреволюция, только победа.